Всем привет, дорогие друзья, с вами Янчик Ян, и сегодня будет обзор, опять же, моего метрополитена только уже рабочей линии. Давайте приступим. Так линия выглядит, значит, у нас на панелечке вот такой небольшой сли с условными обозначениями 1А. Сегодня мы посмотрим сходство с настоящей линией метрополитена, а то есть московского, посмотрим отличия, также сравним линию на карте разных годов и, в общем, так далее. Линия имеет сходство с филевской линией и с большой кольцевой линией. Сама линия начинается у нас, получается, с востока и идёт до бывшей конечной на запад, и далее идёт, 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 идёт у нас, значит, на север. И давайте посмотрим, как это всё будет выглядеть на нашей карте. Значит, тут у нас... Это вторая линия, в отличие от новой схемы. И тут всего лишь получается раз, два, три, четыре, пять, шесть станций. Давайте поговорим о линии. Это... От семнадцатого до двенадцатого марта 2018 года. Самая последняя станция открылась в ней в 2019 году. Буквально где-то в октябре плюс-минус. Значит, в составе у нас линии городская поликлиника, угольная, угольный завод, почта, академия номер 1207 и спортивная, то есть конечная. Линия депо не имеет. Она обслуживается с электродепо главной линии. Это была карта восемнадцатый, девятнадцатый год. Тут у нас, значит, линия выглядит вот так вот. Давайте я, наверное, освобожу. Тут изменений нету, только в длину чуть-чуть по карте. Потому что начало и конец тут в разных местах. Я имею в виду, как по ширине. Первая станция у нас городская больница, угольная, угольный завод, почта, академия номер 1207 и спортивная. Опять же, ничего интересного. Вторая линия. Карта 2020, 2021, 22, 19 года. Если что, тут еще не все станции отмечены, так что их будет еще в тысяча раз больше. Я не стал считать станции, потому что я понимаю, что это будет очень долго и мне очень хочется. Давайте посмотрим историческое у нас, значит, самое, первый кусочек линии. Это состоит из, значит, из семи станций, даже меньше, по-моему, раз, два, три, четыре, пять. Из пяти станций состоит линия. Вот, опять же, станция городская больница, угольная, заводская почта. Академия номер 1207. Дальше, значит, идет участок, который еще не построился. Эй, эй, ты че? Эй, стой, не мешай. Эй, 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 иди. А, помогите, нападают, 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 помогите, 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 соск, нет, только нет, только нет, 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 нет. Эх, эх, вроде, я разобрался с этой непонятной штукой, которая мешает мне снимать видеоролики. следующей у нас, значит, построилась станция спортивная. Она находится за Академией 1207. До того, как планировалось, это, так сказать, ну, не линия, а именно вот эта станция, я сначала думал, что именно этот перегон вы на рисунок не смотрите, потому что тут это просто так нарисовано, перегон от этого не зависит. Ну, исключая, конечно, автобусный парк, я думаю, что этот перегон будет гораздо больше, чем, точнее, так сказать, получше, будет подлиннее, чем автобусный парк, но, оказалось, что автобусный парк все-таки длиннее абсолютно всех перегонов в моем метрополитене. Дальше станции, другие две будут, в общем, все дела. Дальше давайте поговорим о продолжении этой линии. Значит, следующая станция, должна быть Белогородская, Белградская, Белогородская, она тут у меня написана, но я ее делать не решил, потому что тут линия идет сразу, она изгибается и идет вот сюда вот. Далее она идет через станцию Артемьевская и Писмарова. Далее станция идет до станции Южная деревня и затем идет к станции Башеная. Станция Артемьевская. Была это вот кусочек от Южной. Самая новая станция на этой линии это Башеная. Она, пока что там строится пересадка на станцию Башеная главной линии. По факту эта линия является самой короткой в моем метрополитене после у нас значит самая да, вполне то самая короткая станция, потому что линия без продления именно от Башенной до Спортивной. Если так посчитать, то по карте тут да. Тут с помощью этих путей можно обогнуть кольцевую линию. Ну, именно это как схема, как рисунок. На самом деле километраж наверное всей линии сделает ее самой короткой кольцевой линии. Ну, и в принципе как-то так. теперь значит у нас что дальше идет на этой линии. Из интересных фактов значит от угольной до заводской у нас идет открытый участок. От южной деревни до башенной точнее до южной деревни у нас идет полуоткрытый участок. То есть представьте себе канаву, где просто снизу ездят поезда, а сверху не насыпана земля. Так вот, там так и пути работают. Далее пути уходят в туннель, естественно, гермодвери и станция башенная. Далее она имеет переход на станцию башенная, ну, переход тут пока что строится, имеет на станцию башенная, значит, у нас строится там переход, в общем. Дальше, кстати, кремлевскую я хотела переименовать в Максимовскую. Да, и, кстати, я забыл вам рассказать про новые проекты. То, что станция, у нас после станции городская больница, городская поликлиника, она называется по-разному, по-разному кому как. здесь должна вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, должна быть станция Тимофеевская, там сейчас идет строительство, и, в общем, там будет новая станция Тимофеевская. Значит, самый глубокий участок это между посередине перегона Академия 1207 и Почта. также Артемьевская и Писмарова. Это вот самые такие достаточно глубокие участки этой линии. Ну, а с вами был Ян Чикян и учебник, который я сдал на порезку макулатуры. Следующий обзор кольцевой линии. Он выйдет буквально через день, наверное, если просмотров будет. Если вы сейчас примерно за час наберете около пяти просмотров, то я сделаю сразу же буквально практически обзор кольцевой линии. Давайте набираем для эксклюзивного контента моего метрополитена перспективы. Нам надо набрать больше, чем 14 просмотров. А с вами был Янчик Ян. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока!